Слотокинг. Смеливість дарувати эмоції. Мы уже не готовы, знаете, услышать, что двери НАТО для Украины открыты и так далее и тому подобное. Мы уже даже не хотим, знаете, вот этого плана действий касательно членства. Мы уже членства хотим. Но, знаете, с другой стороны, с пониманием того, как вот Альянс дистанцируется от этой войны, насколько он не хочет быть втянутым в эту войну с Российской Федерацией, есть понимание, что все-таки пока будет существовать путинская Россия, Украины в НАТО не будет. Насколько вы с этим согласны? По всем правилам НАТО, конечно, так и должно быть. НАТО, если следовать инструкциям, документам, а все-таки НАТО – это организация, которая живет по правилам, эти правила отрабатывались не то что годами, а десятилетиями. Страна, имеющая территориальные проблемы с соседями, официально в НАТО входить не должна. Я думаю, это одна из причин была, почему Путин нанес удар по Грузии в 2008 году, чтобы создать проблему, которая сделала бы невозможной интеграцию Грузии в НАТО. Но ситуация с Украиной, мне кажется, может оказаться тем самым исключением из правил, правил подтверждающих. Война идет, вот вы сказали, 420 день. И, в общем, завтра она, к сожалению, и даже послезавтра не кончится. Но есть ощущение, что происходит перелом. Российское наступление объективно выдохлось, все ждут контрнаступления в СССР. Понятно, мы не знаем, когда он начнется, мы не знаем, насколько успешным он будет. Но, судя по поведению западных политиков, и мне кажется, поездка с Толтенбергом в Киев является индикатором того, что эти настроения начали несколько меняться, Запад ждет коренного перелома в войне. И это означает, что если наступление в СССР принесет ожидаемые результаты, пусть даже не закончит войну сразу, но принесет ожидаемые результаты, и продемонстрирует то, что украинская армия готова в состоянии нанести решительное поражение путинской России и приступить к освобождению оккупированных территорий, то, мне кажется, НАТО может вполне пойти на кардинальный шаг. Это, опять, не очевидно, потому что мы знаем, помимо всех официальных процедур, есть еще правила консенсуса. Турция и Венгрия уже сколько времени затягивали вступление Финляндии и Швеции. Вроде бы там вообще никаких территориальных проблем нет, но для Турции это проблема с курдами, которых в этих странах приютили, как турки говорят, террористические организации. Ну, понятно, что всегда может найтись какая-то причина, но вокруг Украины выстраивается консенсус, что Украина, все понимают, уже де-факто член НАТО. Более того, это единственная страна, которая сражается с главным врагом НАТО. У НАТО есть, конечно, разные планы по жизни, но не будем забывать. В 1949 году НАТО было создано с одной целью, одной единственной целью – защитить свободную Европу от потенциального советского вторжения. Другое дело, что тогда это вторжение шло по рекам на западе, по Рейну, например, надо было защищать свободную Европу. Сегодня эта граница, вот сейчас, как мы говорим, проходит по Днепру. Понятно, что мы ждем, что она сдвинется дальше на восток. Но, тем не менее, принцип-то не изменился. Украина сегодня сражается с тем врагом, к войне, с которым НАТО готовилось десятилетий. Поэтому, мне кажется, каждый день войны, каждый день беспримерного героизма украинских воинов и выдержки украинского народа и политического лидерства президента Зеленского команды меня сдвигают в ситуацию. Просто создают тот набор этих факторов, которые делают следование жестким юридическим процедурам просто неуместным. Поэтому, я думаю, что визит Столтенберга сегодня во многом связан с тем, что Запад готовится перейти уже некоторой красной линией, которой еще буквально год назад казалось перейти невозможно. Саммит НАТО будет в середине лета. Мы в ожидании нашего контрнаступления. И вот, если можно, давайте о результативности этого нашего контрнаступления пофантазируем. Кстати, меня зрители исправляют, что 421-й день большой войны сейчас на календаре. Спасибо, что так внимательно следите за нашей беседой. Ну, что могу сказать, еще на один день ближе к нашей победе мы с вами стали. Так вот, об эффективности нашей победы. Вот смотрите, что называть нашей победой и как на это страны НАТО к середине лета отреагируют. Вот, да, одно дело, если мы выйдем на границы 1991 года, путинский режим, путинская Россия падет, что-то придет ей на замену. Претензий к Украине, конечно же, у новой этой России не будет. И НАТО берет нас в альянс. Тут вопросов нет. Но если не так это будет, если, допустим, мы остановимся на границах 24 февраля, или если мы отвоюем Восток, но не сможем отвоевать, не успеем отвоевать к этому времени Крым. Вот, да, давайте этот вариант возьмем. Если все-таки Крым останется пока еще временно под контролем путинской России, и путинская Россия устоит, вот тогда возьмут нас в НАТО? Или все-таки проблема с Крымом станет вот тем камнем преткновения, когда определенное количество членов НАТО скажут, нет, мы не хотим в эти территориальные претензии ввязываться? Ну, потому что у Украины-то желание забрать назад свое останется, и эти страны будут понимать, что война с Россией продолжится? Ну, я боюсь, что на этот вопрос нет однозначного ответа, потому что это же не два просто варианта вот такие вот. Вся территория по международным признанным границам 91-го года, или Восток весь отвоеван, Крым остался. Кстати, не очевидно, что сначала Восток будет, а не Крым. То есть, какая-то территория может остаться. Но тут масса нюансов. Между вот этими двумя вариантами существует еще много промежуточных вариантов. Во-первых, все-таки мы будем в середине лета уже в состоянии оценить не только эффективность наступления по количеству квадратных километров освобожденной территории, но и, на самом деле, по ходу боев. Ведь, скорее всего, многое определится буквально в самом начале вот этого всеми ожидаемого наступления, потому что на сегодняшний день выстроено огромное укрепление. Там, как кричит российская пропаганда, Крым превратился в неприступную крепость. Мы это все слышали. Берлинову крепостью, Кеннисбергу крепостью. Крепостей много было. Кстати, и по Днепру там Восточный вал Гитлер строил. Тоже была неприступная крепость. Вот, крепости такие все попадают. Так вот, есть у меня ощущение, как у человека, просто внимательно следящего, но не разбирающегося во всех этих тонкостях, что если ВСУ сумеют преодолеть вот этот первый вал укреплений, то дальше все может пойти очень-очень быстро. Потому что я не думаю, что моральное состояние российских войск сегодня находится на том уровне, когда они в состоянии будут действительно оказать серьезное сопротивление в случае прорыва вот этих неприступных крепостей, которые сейчас воздвигли там по всему периметру, просто вот там Луганска до там, чуть ли не Севастополя. Ну и кроме того, мне кажется, что НАТО подходит к рубежу, когда вот аргумент, который казался еще год назад политически абсолютно не сокрушимым, о том, что нельзя использовать НАТОвское оружие для атаки, для украинских атак на российскую территорию, мне кажется, что этот аргумент сегодня уже доживает, ну, не скажу последние дни, но свой политический век, скажем так. Потому что очевидно, что большинство российских атак сегодня на украинские города, на инфраструктуру, идет как раз к территории России. Я в данном случае имею в виду не оккупированную территорию, а именно территорию России. И это означает, что в какой-то момент Украина, скорее всего, уже получит возможность использовать западное оружие. Не только свои дроны, не только свои возможности для того, чтобы эти атаки прекращать, нанося удары непосредственно по местам скопления этих самолетов и ракет. Ну, а я думаю, что западное оружие сможет для этого использоваться. В принципе, я говорю, вот позиция в середине лета по поводу вступления Украины в НАТО, полноценного уже приема, мне кажется, будет зависеть именно от оценки того, насколько это наступление привело к полному изменению баланса. Может быть, вся территория не будет освобождена, но станет ясно, что это вопрос времени. На мой взгляд, это самый вероятный вариант, потому что все-таки представить себе освобождение всей территории от Луганска до Севастополя за несколько месяцев трудно. Надеемся, верим, молимся за это, но не факт, что это получится. А вот представить себе слом путинской военной машины и переход уже как бы войны в фазу добивания, которая может занять несколько месяцев большие территории. И понятно, что украинская армия двигается гораздо осмотрительнее, не оставляя за собой выжженную землю, в отличие от российской. Вот, то этот вариант вероятен. И тогда, мне кажется, будет проведена такая экспертиза военная того, насколько Украина готова к тому, чтобы в исторической перспективе в ближайшие нескольких месяцев эту войну победоносно завершить.